Волнение Волнение, конечно, оно есть, но в этом-то вся фишка, что нужно перебороть себя в первую очередь. Это проверка воли, силы, мужества. Можешь ли ты или ты не можешь. Когда ты видишь человека в крапорном берете, ты знаешь, что он прошел, а ты понимаешь, что ты можешь пройти это. Его не зарабатывает краповый берет, на него не сдают. Его просто завоевывают. Целуешь, поднимаешься, надеваешь берет, и со всей волей в кулаке ты кричишь это заветное слово. Служу Российской Федерации спецназу. Еле-еле сдерживаю слезу, хоть и мужчина, да, он не плачет, сдерживаю слезу в глазах. Думаю, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что так нельзя. Неуважение проявляешь. Я что-то можно посмотреть на тебя? Я тебе посмотрю. Сдашь? Можешь брать в руки сколько хочешь. Я думаю, что же такого-то? Со временем полгода прошло, год. Больше и больше я узнавал. Да, крап убери, это такая-то сила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы должны поразить одну мишень раз-два, вторую мишень раз-два и третью мишень раз-два. Смена магазина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заряжаем. Опять получается раз-два, раз-два, раз-два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все, из-за этого мы должны сделать до 14 секунд. И попасть именно в альфа. Альфа это у нас вот оно получается. Только дается два вылета. Больше двух вылетов сюда-сюда. Снят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это сложное упражнение, на самом деле. Замешкаешься хотя бы на секунду, то уже все, ничего не получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стена! Отбор военнослужащий, который допускается к этим испытаниям, он многоступенчатый. Конечно, это должен быть военнослужащий безупречный в плане своей дисциплины, безупречный в плане поведения. Кроме того, это должен быть человек, который обладает хорошей памятью. Он должен быстро соображать в изменяющейся обстановке. Минута 0,9. На самом деле, тяжело, но тут дело техники. Если все правильно сделать, то тогда все получится. В первый раз я тоже достаточно-таки хорошо был подготовлен. Я прошел отбор, прошел все испытания без единого минуса. Я нормально весь марш выдержал. Я дошел до высотки, и на высотке я выронил гранату с четвертого этажа. Она у меня как-то отцепилась каким-то образом. То ли я веревкой ее задел. И, в общем, было сразу же снято. Просто не повезло. Даже если это не получается у них с первого, со второго раза, тяга становится еще сильнее. Это как становится по себе, говорю, как наркотик. Краповый берет сам по себе, это как, как бы вам сказать, как внешний такой атрибут. Да, на определенном уровне для солдата, для молодого офицера он может являться самоцелью. Но все эти мероприятия организованы не для того, чтобы солдат или офицер выглядел красиво, а исключительно ради того, чтобы повысить его уровень. Товарищ полковник, вторая учебная группа, количество пяти человек, на занятия по разминированию прибыло. Вольно. Значит, на участке длиной 50 метров, шириной 2 метра установлено 2 противопехотных мины, одно самодельное взрывное устройство. Время для обнаружения 7 минут. Я знаю, что получу и уеду отсюда. Берете назад. Кто-то там уйдет, кто-то дальше уйдет. Это вот опять же воля. Как вот ты поставился, вот я могу. И будешь бежать, будешь, будешь бежать. И вот ноги, руки, там голова. Это все мелочи. Главное бежать. А там в конце цель. Быстрее, 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 быстрее. Утяните свое время, которое вам пригодится там. Встань. Парни, пока переодеваемся, меня внимательно похуже. Встань. Парни, пока переодеваемся, меня внимательно похуже. Нормально? Да. Здесь потянем. Этот человек, я уверен, я его лично тренировал. По теории, по нормативам он нормально вытянет. Тем более он кандидат мастера спорта по легкой атлетике. Для него в марше, мне кажется, не составит проблем. В нем я уверен. По моей команде. Готов. Те! Все, потянись ногу, закинь. Потянись ногу, закинь. Все, потянись ногу, закинь. Два десять, оценка удовлетворительна. Ну, забились руки. Когда подтягиваюсь, руки напрягаются и тяжелее лезть начинаешь. На третьем этаже перегорел чуть-чуть. Бывает. Не беда. Все дальше. Испытания есть. Это не самое главное. Зачем вообще решил сдавать? Ну, как бы я не вижу смысла служить. В отряде специального назначения. При этом не нося краповый берет. Краповый берет это символ спецназа. Любой, кто не носит краповый берет, он не спецназовец, а наиболее подготовленный пехотинец. Я вот так скажу. Первый раз я сошел на марш. Может быть, я просто перенервничал, перегорел. Горная трасса мне не далась. Давай, ты сильнее, чем ты думаешь сам. Давай, давай. Пожалел себя. И мне показалось, что у меня нет сил. Ты последний идешь. Последний идешь. Да, я был на себя злой, я готовился. То есть я в этот раз, я приехал за своим беретом. Второй комплекс специальных упражнений. Ты! Очень редко происходит ошибка. Очень редко. В основном на 90% можно сказать, кто из военнослужащих сдаст, а кто не сдаст. Это не поддается описанию. Это просто внутреннее чувство. Это сродни такого некого озарения. То есть посмотрел на человека – да. Посмотрел на человека – нет. Сейчас проверяет вес бронежилета, который будет у нас на марше. Он должен вешать 10 килограмм, не меньше 10 килограмм. Моя очередь. На такие вот мероприятия зачастую военнослужащие приезжают в бронежилетах уже списанных. Которые побывали там в боевых действиях, где-то может быть простреляны, где-то там, может быть, заменили пластину. Где-то бронежилет порвался и какая-то пластина выпала. Кроме того, значит, и сами бронежилеты нескольких модификаций. Мы взвешиваем их для того, чтобы все военнослужащие находились в равных условиях. Предупреждаю всех – боже упаси кого – баловаться лекарственными средствами. Кто готов, тот сдаст. Кто не готов, тому никакие анаболики, стероиды и прочее прочее не поможет. Уже такие эксперименты проводились, а потом откачивали их в реанимобиле. Имейте в виду, у кого-то сердечко можете не выдержать. Рекомендую сегодня всем лечь пораньше и нормально отдохнуть. Сейчас уже тренироваться нежелательно, потому что сейчас нужно отдыхать и морально настраиваться на завтрашний день. Ну, а завтра пойдем в бой.